Сергей Шакуров не знает языка своих предков, но надеется, что сотрудники архива помогут прочитать заветные записи. Во время поездки в Республику Татарстан ему предстоит выяснить, за что его предков называли лошманами, какой колым заплатил дедушка Сергея Каюмовича за его бабушку и что означает имя Шакур. Казань – столица Республики Татарстан. Этот город впитал в себя культуру сразу нескольких государств, в том числе Казанского ханства и Древней Руси. В строительстве Казанского Кремля принимали участие русские зодчие, а Казанская Шапка и Шапка Мономаха попали к русским царям от татарских ханов. В русском лексиконе закрепились татарские слова «кафтан», «чоботы», «базар» и «балаган». Ну вот, наконец-то я добрался до Национального архива Республики Татарстан, где попытаюсь узнать что-нибудь интересное, а может быть для меня сокрытое по сей день, о своем отце и его предках. Очень надеюсь. До конца XIX века в метрических книгах указывались фамилии представителей только знатных мусульманских семей. Предки Сергея Шакурова не принадлежали к мусульманской знати, поэтому в записях сохранились только имя и отчество его предков. Тухватулашем Суддинович родился приблизительно в 1824 году в селе Новое Иркеево, Бакарчи, Симбирского уезда, прадедушка Сергея Шакурова. Все эти документы написаны на арабской графике. Справа налево? Да. Отец у меня писал справа налево. Да, это вот старый татарский язык, просто там буквы арабские, а сам язык на татарском языке. Из метрических записей Сергей Шакуров узнает, что его прадед был лошманом, а значит, он, скорее всего, принимал активное участие в строительстве русского флота. Во время царствования Петра Великого удивялось особое внимание строительству российского флота. Вместе с европейскими технологиями тогда было заимствовано множество иностранных названий чинов и должностей, в частности лошман. Оно произошло двух немецких слов – «обтесывать» и «человек». При Петре Первом лошманами называли государственных крестьян, занимавшихся заготовкой корабельного леса и доставкой его в Адмиралтейство. Указан 1718 года император повелел для этих работ брать в Казанской, Воронежской и Нижегородской губерниях служил их татар, морду и чувашей. Вместе с ними в сословия лошманов вошли кузнецы, плотники и пильщики из русских сел, которые также служили во благо российского флота. В 1859 году лошманы были переведены в общий разряд государственных крестьян. Здесь же в архиве Сергей Шакуров узнает и о личной жизни своего предка. Оказалось, что его прадед был женат как минимум трижды. Вот с первой он развелся, с первой женой. Совсем видно, он еще в молодости. Вот первую жену звали Фатима. А во второй раз он уже женился. Уже около сорока ему было. А это уже, может быть, и третья жена уже по счету. А потом и четвертая. Ну, до четырежа можно было жениться. Потрясающе, потрясающе все. Третьей женой Тухватулышем Судиновича была прабабушка Сергея Шакурова. Ее имя книги, к сожалению, не сохранили. Но в метрических записях Сергей Каюмович находит любопытную информацию о своих дедушке и бабушке. Он узнает, какой колын заплатил его дед на свадьбе. Габдал Шакур Шамсиев родился около 1861 года в селе Новое Иркеево, Бакрче, Симбирской губернии. Дедушка Сергея Шакурова. Магизямал Сайфуддинова родилась 6 августа 1863 года в селе Новое Иркеево, Бакрче, Симбирской губернии. Бабушка Сергея Шакурова. Бабушка Сергея Шакур заплатил ей деньгами. Заплатил 80 рублей. По тем временам у него были очень большие деньги. Потому что за 10 рублей можно было купить хорошую корову. Сюда посмотреть. Зажиточные были крестьяне. То есть, короче, стадо можно на 80 рублей было купить. Ну да. Колын. Это выкуп за невесту народов Поволжья, Средней Азии, Кавказа и Сибири. Его размер зависит от красоты, молодости сужены, состоятельности ее родителей. Сделка совершается до свадьбы в доме невесты. В назначенный день туда приходят родители жениха. Отец и мать невесты оглашают сумму. И если купцы оказываются в состоянии позволить себе товар, дело заканчивается свадьбой. После уговора представители жениха оставляют залог. А родители невесты отдают часть приданного. Обычно деньги, платимые в Колым, идут на покупку свадебных дорог. А какая-то их часть на свадебные расходы. Сегодня Колым считается символическим обрядом. У Магизямал и Габдал Шакура родилось 10 детей. Отец Сергея Шакурова был шестым в семье. Изучив метрические записи, Сергей Каюмович пришел к выводу, что его фамилия Шакуров произошла от имени дедушки Габдал Шакур. Коротко, Шакур. Шакур – это какое-то совсем персидско-иранское, да? Нет? Да нет, это Шакур. Шакур – это из арабского языка. Из арабского. Ну да, я вот… Шакур. Ну так, благословение вот так вот в корне лежит. Шакур. Так, ну что, ощущения самые-самые непредсказуемые, очень любопытные. Может быть, что-нибудь в дальнейшем у меня и получится. Поехали дальше. Сергей Шакуров направляется в Бакарче, родную деревню отца, где он никогда не был. О приезде актера в деревню прослышали. Знаменитого земляка встречают всем селом. Дорогого гостя подчуют согласно традициям сразу двух народов. Русского – хлебом-солью. И татарского – медовым лакомством чак-чак. Дорогие гости, мы приветствуем вас на земле Тетюшской. Примите от нас этот душистый каравай. Спасибо большое. Спасибо. Ну, какие вы ровозащеки. Красивые. Подтянутые. Так просто не отломляется. Тут нужна сила. Богатырская. Ну, давай. Ну, ладно, хоть так. Спасибо. Ужасно. Приятно, радостно. Красота необыкновенная. Как в сказке. Полное ощущение, что Дед Мороз все это разрисовал по дороге. Клянусь там. Ей-богу. Сергея Шакурова проводят в дом, где когда-то жили его предки. Этот дом теперь принадлежит другой семье. Из обстановки сохранились только стены. Когда мы сюда пришли, первый раз, здесь ничего не было. Пусто. И, в общем, светло, как на улице. Везде окна. И там, и здесь, и здесь. В общем, целый день здесь солнышко. Деревенский картошка. Деревенское мясо наше. Наверное. Милот елки. Дальше полу не упадем. Хозяин дома исполняет старинные народные песни, которые пели предки Сергея Шакурова. И хотя актер не понимает татарский, он, услышав родные напевы, не смог усидеть на месте. Спасибо. Хозяин дома с отцом Сергея Шакурова знаком не был. Но здесь, в Бакарче, живет 87-летняя Рафика Апа Измайлова. Односельчане называют ее «живой энциклопедией». Ну, здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте. Здравствуйте, моя хорошая. Ох ты, ручки сильные такие, крепкие. Ай да. Конечно. Ай да. Чисто татарском. Ай да. Рафика Апа поведала Сергею Шакурову историю его рода, которая уходит корнями вглубь веков. Оказалось, что название села Бакарче в переводе с татарского означает «медник», «медный рудник». Так как вот этот мастер был, вот к нему вот от этого слова. Мастер потерялся здесь и начали назвать Бакарче. А, вот как. В 1468 году потерялся здесь. А до 1468 года наживался... Назывался с этого года уже начинался. Старики рассказывали, что село основал Илег, житель булгарской крепости Ошили, которая была недалеко отсюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова